Сегодня в программе мы отправимся изучать Шикотан. Великая Россия отступать некуда, позади край света. Ну сколько вы подниметесь вот на эту сопку? Да сколько сихий нет минут? Познакомимся с местными экстремалами. Поспорим насчет ударений. Бухта Димитрово, одно из самых красивых мест на этом острове. Димитрово, да? Только не говори об этом местном, потому что они называют эту бухту Димитрово. И останемся без Палтуса. Моя мама будет очень расстроена. Здравствуйте, с вами снова Краеведы. Полина Булгакова, Сергей Суханов. И мы продолжаем наш цикл южнокурильских программ. Прямо сейчас, совсем скоро точнее, мы отправимся на остров Шикотан. Раньше я думала, что он очень известен, потому что даже Филипп Киркоров пел про него «Ой, мама, Шикотан, Шикотан». Он известен на самом деле и без Филиппа Киркорова. Великолепное место. Добраться туда из Южнокурильска можно двумя способами. Это по морю на Плажкову, около 4 часов, и по воздуху. Это всего 40 минут на вертолете. Пересекать мы будем Южнокурильский пролив. Я думаю, нам нужно отправляться, поэтому... Полетели. Полетели. Оказалось, что полетать на вертолете над проливом, созерцая потрясные виды Кунашира и Шикотана, удовольствие недорогое. Стоит, по крайней мере, намного дешевле туристических полетов над Южно-Сахалинском. Всего-то 3000 рублей в одну сторону. Подлетаешь к острову и сразу видишь красоту. В одной из прошлых программ мы вспоминали «Властелин колец». Район мыса Столбчатого очень был похож на вымышленный гондор. Здесь же чистый шир. Все зеленое и очень-очень маленькое. Разве что хоббитов не видать. Но местные жители по добродушности и любви к родному островку землякам Бильба Бэггинса точно не уступают. Чистые речки – это хорошо, но нам намного интереснее на море. Все-таки мы на островах. Спрашиваем у наших проводников, где здесь купаются и рыбачат. Они нам такое место показывают. Так вот она, наша первая остановка на Шикотане. Бухта Димитрова. Одно из самых красивых мест на этом острове. Димитрова, да? Только не говори об этом местном, потому что они называют эту бухту Димитрова. Класс. Здесь рядом находилось когда-то японское поселение. Неподалеку до сих пор осталось кладбище, которое посещают японские туристы. Сейчас здесь нет ничего, только вот место отдыха. Здесь рыбачат, иногда купаются. А еще шикотанцам действительно чертовски повезло, потому что в лесу у них можно отдыхать безопасно. Нет ни ядовитых змей, ни медведей. Змей, медведей, а также любых других хищников, особо вредных насекомых или земноводных, всего этого здесь нет. Гулять можно, фауны практически не опасаясь. Разнообразна лишь морская живность, которую активно ловят или собирают прямо с берега местные. Смотри, живая, живая, настоящая ракушка. В ней внутри вот она спряталась. Удивительная редкость, потому что обычно на наших пляжах находишь только саму раковину. Давайте ее отпустим. Кто там? Женя, я ее иду отпускать. Пока, ракушка. Она разбилась. Она и разбилась. И все хорошо. Иногда, правда, встречаешь совсем уж неожиданных обитателей береговой зоны. Смотрите, ребята, я нашел морскую раковину. Самое красивое, что есть в бухте Димитрова цепь необитаемых островов, что кольцом окружают это место. Удивительно, что у каждого из них есть название. Всего шикотан окружают шесть таких клочков земли и камня. Два названы в честь великого художника Айвазовского. Это, собственно, остров Айвазовского и еще остров Девятый вал. Есть островки Форхудинова и Капицы, Грига и Гнечко. И на самом деле чертовски жаль. Чертовски жаль, что погода здесь такая бывает очень-очень редко. Не только природные красоты есть на шикотане, здесь также живут люди. Это Малокурильская, самый большой населенный пункт острова. Здесь живет 1600 человек только гражданского населения. Также тут располагаются военные базы. Село развивается, его украшают. Здесь вот установили памятник в честь 250-летия той самой экспедиции Шпанберга, во время которой и был открыт остров Шикотан. Было это в 1738 году. Тогда Мортен Петерсон, он же Мартын Петрович Шпанберг, родившийся в Дании, но служивший Россией, возглавил экспедицию к далеким восточным островам. Насчитал аж 31 штуку, каждому дал название. Среди них остров Цитронный, который теперь называется Итурупом, остров Трисестры, который теперь называется Кунашир, остров Фигурный, который теперь называется Шикотан и остров Зеленый, который теперь называется Зеленый. На Кунашире люди Шпанберга встретили мохнатых курильцев, так они назвали Айнов из-за обильной растительности на теле. От них мореплаватели узнали много нового об островах. Добралась русская экспедиция и до Японии. Тогдашние жители Хоккайдо сначала торговали с россиянами и угощали их местными деликатесами, а затем на всякий случай подогнали военный флот, и гостям пришлось спешно возвращаться обратно на материк. Сегодня именем Шпанберга названо несколько мысов и островов, а также пик в Холмском районе. С его названием тоже беда, в различных печатных работах его обзывали Шпанберг, Спанберг, Спенберг и даже Спельберг, пока не сошлись на Спанберге. Надеемся, Мартыну Петровичу не обидно. Будучи туристами на Шикотане, мы сами для себя обнаружили очень интересный магазин и спешим рассказать о нем вам. Здесь продается рыба по доступным ценам. Побывать на Курилах и не купить свежего палтуса – возмутительное недоразумение. Эту рыбку здесь любят и ценят. Недавно даже утвердили в ее честь праздник День палтуса. Говорят, что в этом магазине он самый недорогой. Убедиться в этом лично не можем. Мы проделали такой путь в сотни километров. Пробрались через Южно-Курильский залив, чтобы узнать, что здесь нет сегодня палтуса. Как говорят местные, рыба ловится вчера и завтра, а сегодня ее нет. Ну, вот цены, можете посмотреть. Полина очень хотела палтуса. Что ты думаешь по этому поводу? Моя мама будет очень расстроена. И я очень уже расстроена. Может быть, здесь где-то еще продается палтус? Я не думаю, что мы сможем купить его за такой цен. Ну, вообще, здесь обычно он стоит 300-350 рублей, как мне говорят местные. А в то время, как на Сахалине, минимум цена 750-800. Ну что ж, остались мы без палтуса. Расстроены, покидаем село. Отправиться нужно в какое-нибудь красивое место. С этим на шокотании проблем нет. Островок-то всего 27 на 8 километров. А куда ни плюнь, везде шикарные виды. Дорог, правда, до них асфальтовых нет. Так что иногда приходится плыть. Но в целом проехать можно почти везде. Одна из грунтовых автомобильных троп выводит нас на особенную локацию. Велика Россия отступать некуда. Позади край света. В той стороне находится мыс с таким названием. Но мы решили на него не идти, посчитав этот маршрут слишком популярным и избитым. А забрались на гору в центре острова. Местные называют ее Лысой, и я называю ее Красивой. Потому что вокруг открываются великолепные виды. И о своем путешествии сюда мы не пожалели. Действительно, жалеть здесь не о чем. Потому что, посмотрите, вокруг здесь такая красота. Потрясающие ландшафты, зеленые сопки. Да и вообще, весь шокотан видно как на ладони. Поэтому вам мы советуем забраться на гору именно здесь, посередине шокотана. Чтобы вы потом с уверенностью могли сказать, мы были на шокотане. Учитывая то, что шокотан остров маленький, развлечений здесь тоже немного, люди придумывают себе всякий разный досуг. Ну а какой досуг можно придумать, если тут такая замечательная природа, столько сопок, гор. Вот мы как раз-таки нашли таких вот интересных ребят, которые все-таки взяли, так сказать, дело в свои руки и решили воспользоваться природным ландшафтом с удовольствием. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут? Кирилл. Кирилл, расскажите, как давно вы ездите на такой замечательной штуке, где уже бывали и насколько сложно подняться вообще на шокотанские сопки? Ну езжу третий сезон, бывал везде, весь шокотан объезжен. Поднимаются в горы, это дело обкатки, сколько накатаешь, сколько проездишь. Много у вас здесь таких экстремалов? Достаточно, да. Ну, нечасто собираемся, у кого работа, у кого что. Хорошо. Скажите, за сколько вы подниметесь вот на эту шокотанку? Сколько секунд, минут? Секунд десять. Секунд десять? Ну да. Ну давайте посмотрим. Встреча с энтузиастом поднимает нам настроение, но еще больше настроения нам поднимает неожиданная весть. Узнав про слезы Полины, местный рыбак нашел нашу группу и сказал, что подарит нам палтуса, просто так, 15-килограммового. И это еще для него совсем маленький. Наконец-то мы нашли палтуса, вот он, вы посмотрите, вот это богатство. Он почти размером с меня, моя мама точно будет довольна. Размером с тебя он, наверное, даже больше тебя именно в плане веса. Сколько в нем? Килограмм семьдесят пять? Он весит даже больше, чем я. Обалдеть, вот это да. Повезло все-таки шокотанским рыбакам. Все, побежали, не будем студиться. Да и этот, оказывается, для местных не рекордный. Так что ты, Полина, своим весом любимой рыбке курильчан уступаешь. Как часто такие попадаются здесь? Очень редко. Очень редко? А самый большой какой вы тягивали? Шестьдесят килограмм. Шестьдесят килограммов и долго ли вы его утянули? Два часа. Обалдеть! А мы вам расскажем еще и о том, что мы с подарком потом сделали. Вот вам классный и несложный рецепт. Тушеный палтус с овощами по-королевски. Филе палтуса нарезается средними кусочками, выкладывается в огнеупорную стеклянную форму. Заливается водой так, чтобы кусочки рыбы оказались только прикрытыми жидкостью. В воду наливается пять столовых ложек соевого соуса. Одна средняя морковь натирается на терке и тоже выкладывается в посуду с рыбой. Добавляется совсем немного нарезанного укропа. Следующим слоем выкладывается луковица, очищенная от шелухи и нарезанная полукольцами. И завершающий верхний слой, нарезанный кружками помидоры. Форма с рыбой и овощами ставится в духовку. Первые 10 минут блюдо готовится при температуре 200 градусов, а затем оставляется на полчаса при температуре в 100 градусов. Готовое блюдо осторожно выкладывается на плоское блюдо и в горячем виде подается на стол. С огромнейшим палтусом и кучей ярчащих впечатлений мы с сожалением покидаем Шикотан. Увы, мы провели здесь всего несколько часов. Конечно, для того, чтобы познакомиться с этим замечательным краем поближе, нужно провести здесь гораздо больше времени. Но мы обещаем, что еще сюда обязательно вернемся. Да, надеюсь, у нас это получится. А с вами были Сергей Суханов и Полина Булгакова. Пока! Пока! Пока!